И вот почему так жизненно необходимы для армии украинской, для войска украинского независимые эксперты, расследователи, аналитики, блогеры. Примеры таких, как Ростислав Шапошников. Не заангажированных в какую-то либо политическую силу, а заангажированных только в свое чувство справедливости, вершение этой справедливости, там где эта справедливость жизненно необходима. А она постоянно везде и всегда необходима. А в армии, в войск украинском тем более. Потому что мы видим все политические опции, они настолько тенденциозны, особенно к баблу, что когда заходит речь о какой-то справедливости, о наказывании, наказанию, то ты же не будешь свое бабло наказывать. Вот так и они, отрымавши бабло себе, они уже готовы всем с баблодавателями, со всем, что предлагается коррумпирование армии, такой как при Януковиче, Кравчуке, Кучме и тому подобное. То есть ее снизложение, ее атрофация, деморализация и тому подобное. Через ту самую коррупцию, через тот самый пустой, пустейшей воды пафос штабистов. Есть хорошие люди, но часто бывают там гавнаштабные крысы, которые занимаются только воровством, коррупцией и откатничеством на армии. Такие блогеры, которые познали вкус войны, естественно, вкус там лишения, вкус страха, вид крови и тому подобное. Далеко не все кубики-мозаики справедливости, то есть справедливости, о которой то, с чем ты не будешь эту армию своим блогерством, своей аналитикой деморализировать или уничтожать, атрофировать. Потому что те, которые хлебнули чего-то, соль земли, они, конечно же, больше склонны к своей, собственно, мотивационной структуре мышления и расстановке камней преткновения, справедливости, этих психоаналитических вещей, которые так необходимы вообще Украине, не только просто армии. В военной природе существует такой термин, понятие, формулировка, как пилсудско-тизация. Ну, при нами сейчас оно уже существует. Этот термин, это понятие. В двух словах, это глубокий патернализм на пафосе основанном и идолопоклончества перед главнокомандующим. Это, в принципе, присущно и правителям, в экономике и тому подобное. Но именно что касается армии, это ярчайший пример, это пилсудский. И сейчас это понятие пилсудско-тизация говорит о очень многом. Войско польское, благодаря Уланам, в то время, когда еще Польша не существовала, она была в разборах, она была там частью царской империи, частью автро-венгерской, то во Франции польские военные или резервисты, или пластуны, как хочешь можно называть, они тренировались там, чтобы быть Уланами, ну, быть конной дивизией, то есть быть профессиональной военной группировкой, что тогда, когда берется власть, независимость в Польше, то эти военные моментально прибегают в Польшу и тут отвоевывают то, что тяжело берется через революцию и тому подобное. Короче, Марвел, Продиджи, ну, то есть суд над Вислом. Чудо над Вислом, это тогда, когда армия Пилсудского одержала победу над Тухачевским, благодаря корпусу Халлера, армия которой тренировалась во Франции, которой так не хватало, так браковало для армии Петлюры. То есть он победил в этой войне коммуняк, не дал им до Европы дойти и тому подобное, освободил свою страну, потом начали сюрпризы против Украины и тому подобное. Это уже всем известны заезженные истории. Плюс сама Украина себя показала в 18-м и 20-м году, пустила страну 7-тысячную, страну маньяков, банду Муравьева. Смысл в том, в другом, что Пилсудская тизация – это тогда, когда ты берешь все, но берешь все тогда, когда враг слабый. А потом начинается идолопоклонство тебе, и твоя армия, твое войско, военная потуга, она деградирует, деморализируется, начинаются коррупционные вот эти, основанные также и на пафосе, преклонение идолу, то есть главнокомандующему, как идол чуть ли не маленький бог для страны. Но мы понимаем, что таких богов должно быть очень много и больше, и больше. Плюс еще там майский переворот, Халлер тоже башком себя почувствовал, не только Писовский, то есть начали перетягивать одеяло, перетянули до того, что наступил 1939 год, и в 1938 году поляки и в Заольже вошли, и такие все, чуть ли не там 7-я или какая-то там армия в Европе по потуге своей, по мощи. Но прошел 1939 год и все, гоплык. Польша в оккупации, армия не борящаяся, армия познания, генерала Кучеба, звонит в штаб и спрашивает, да я могу Гитлеру в жопу ударить, то есть в тыл, в бок зайти и еще, блин, того там разгромить нахрен. Алло, алло, штаб. А штаб уже запередоляет через Венгрию, вывозит золото, партии золото государственное, в английский банк. То есть никто бороться уже не стал, потому что произошла пилсуская кизация, это идолопоклончество перед вождем. И вот, чтобы таких вожделенных вождей не было, и ихних шавок, которые тоже своим вот этим пафосом, своим напыщенностью, своей вот этой короноидольством, перебирают на себя и забирают у армии. Самое главное, это профессионал, профессионализм. Ставлено управленческие посты только жополизов, жопососок, будто подтиратели и тому подобное, но не профессионалов. От этого армия начинает гибнуть, чахнуть, что частично произошло при Порошенко, когда он силовые структуры начал заменять на крохоборов и своих, короче, коррупционеров, которые работают только на общак. Рошеновский, ну и сами от этого получают подпитку. Ну, я, конечно же, абсолютно не идеализирую и Шапошникова, Ростислава, и других блогеров, но ихние иногда и ляпасы, там, залеты, там, не то что логического, там, можно больше сказать, идеологической направленности, они и рядом не стоят с теми шавка-СМИ, бляда-СМИ, шлюха-СМИ, шлендра-СМИ и тому подобное, которые при партиях, при портированной. То есть независимые эксперты, они очень дорогие, очень необходимы и для армии, ну, там, для страны это само собой, которые не журношлющничеством не занимаются, не журношлен драчеством, а те, которые вскрывают проблемы идеологического, коррупционного, любого характера в армии и вместе с этим самым не топят эту армию вниз. То есть они ее возвышают этим, наоборот, вскрывая дерьмо, холмо, продачничество, коррупцию и тому подобное. И на чем она основана, это дерьмо, коррупция, продачничество? На людях. Вот они и чморят, нормальные блогеры, вот этих людей, от которых зависит, то ли коррумпирована будет армия, то ли не коррумпирована. И вот поэтому это очень необходимые люди такие. То есть, живя в ногу с реальностью, нужно ощущать и улучшать эту реальность. А это значит, что поляризация уже давно канула в лето. Вот, Desert Min, это тогда, когда две огромнейшие системы идеологии между собой воевали, там, социализм и капитализм, кто кого победит, соцсоревнования, капсоревнования и тому подобное. Сейчас это все говно кануло в лето. Оно уже нахрен не нужно. Тогда и коррупция, там, чиновников, и армии, и тому подобное, и страшные вещи со своими солдатами, с мирами, там, населения, это все замалчивалось, потому что это все, эта хрень шла, естественно, вред самого толпа, демократия, справедливость, social in God with trust и тому подобное. Сейчас поляризации нет. Уже все давно деполяризировано. Значит, поэтому нужно браться попросту в тупую за тех шнырей, гнид, паскуд, подлин грешных, которые тормозят развитие и армии, и общества, и экономики, и социума, и диалоги. Таких людей просто нужно мочить и идеологически, и еще другими способами, чтобы они не засирали нормальные, развивающиеся в демократии, естественно, в христианских канонах прежде всего, ценностях, странах, державах, краинах. Самый главный бог у тех, кто не хлебнул, а может даже и тех, кто хлебнул, а потом забылся, баблом зарылся. Главное, их не бог, идеология – это обогащение. И им плевать, они даже идеологию подстроить, подтюнингуют под данного олигарха, справедливость, правду, все эти значения, они подтюнингуют под какого-то олигарха, но вместе с этим они не будут, они, может, и хотели бы, если бы они не были под олигархом, они не были рыбой присоской. А поскольку они уже присосались рыбой, то все, иначе они уже всю справедливость кидают в ноги этому олигарху, который хер у нас тут бенья, как он поступит, или как он раньше поступал, он, блин, просто в тупую спонсировал коммунистов и националистов украинских, чтобы для чего? Чтобы они между собой грызлись, а он в это время грызни, и тем и тем давал, чтобы они там наращивали грызню, а он на этом все, и не только он, Ходорковский делал то же самое, о чем он и сам признавался, что да, он спонсировал коммунистов чуть-чуть, и левых, и правых, как бы так, с общей формулировкой, ну и национал силы какие-то спонсировал, денежку давал, и левакам, и коммунякам, для чего? Чтобы они тоже во власти не возвышались, не узурпировали власть в России, и давали ему вести спокойный бизнес, но если у Ходорковского был бизнес более-менее спокойный, то у Бенни совсем он неспокойный, и Бенни деньги также давал и националистам, и регионалам, чтобы они друг друга выгрызали, а вместе с этим выгрызалась армия, вместе с этим также поляризировалось бы общество, начинало между собой грызться, вот оно грызлось-грызлось и догрызлось до Донбасса нет. Донбасс забрал их там нетчики, забрал, и их там нет, и Донбасса нет. Ну, то есть, так тоже пафосно легко сказать, ну, что, мол, переключайтесь на независимых, независимых экспертов, слушайте их думку, чтобы вы не были имбецилами, тупыми, чтобы снова страну не разделено было, не разграблено опять войско, чтобы было не деморализировано, подобно, это легко сказать, но трудно сделать, потому что, где те радары в головах у людей, где те рецепторы независимые, как источник для подпитки себе информации, где они, если они докатились до того, что дело дошло до 14-го года, до войны, до поляризации общественного до такой степени, что тут любой шнырь, Моторола, всякая гедота сепарская, могло зайти сюда свободно, спокойно и диктовать Украине свои условия, захарщик какие-то, какой-то идеология какую-то говорит, какие-то собаки скобею, гавкают, в то время, когда льется праведная, не бандитская, как на пути рашки на Донбассе, кровь украинская, захрестники в Украине, нэнки, это праведная кровь, а они ее оскорбляют, они ее поневероят, и все, потому что такие мозги довели, блин, людей до 14-го года, до войны, вот такой, поэтому нужно сначала сложить мозги каким-то образом людские, а потом уже руководствоваться, где независимые, а где зависимые. То есть я прекрасно эти вещи и всякие, и другие как-то более-менее понимаю, и понимаю, что в принципе там не фанатик, чисто фанатик ради справедливости, потому что над справедливостью существует еще и право мораль христианская, которая стоит над, 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 над какой-либо любой другой справедливостью. И это тоже нужно учитывать. Но это глубокая теология, в нее вдаваться, просто нужно определять знаменатели вот эти радарные, как-то включать часть в своей башке и не вдаваться в свистопляс, в шароварщину и тому подобное, и понимать, что и Беня вор, и Гонтарева вор, и Порох Борошенко вор, все они одним миром олигархическим, у них мораль бабки, бабло, повязаны всем этим. Но есть некоторые вещи, которые стоят между этими, что какой-то вор сделает больше для независимости, для справедливости, той самой и христианской, или там для независимости, для мощной армии, а другой вор нет, он украдет на этой армии и тому подобное. Но мы же видим, что и Корбана преследовали, и Коломойского преследовали, Бенио. Но он приехал, и к кому он побежал? К кому? К Белецкому он побежал? К националистам, к Свободям, к Фариону побежал? Нет. Он побежал крыгом в Днепропетровский там, в свою вот эту мафию, не знаю, то ли он в Хасидской в этой мафии, то ли Хаббатской, еще какой-то в секте в этой антихристианской, античеловеческой. И он сразу туда побежал крыгом за життя, за гомнетя, всякая там, двечутья, всякую хрень вот эту то ли давать баблу, то ли еще что-то там спонсировать. То есть он уже поступил на крови украинцев неправильно, абсолютно ошибочно. Тогда, когда в 14-м году он помогал там, рабатам, батальонам, то сейчас он поступает очень некрасиво. Делает какие-то истерики сраные, блин, какая-то балерина нахер на каких-то матчах спортивных, которые тоже хорошие, ну, блин, ну, то есть превращается из мужика в истеричку какую-то аллергархическую. Потому что нет у него той справедливости, а тем более христианской, которая должна быть под ногами у нормального человека. И это, а именно, и это самое главное, мы и все должны учитывать. И вот эти бенины, давление на Зе, на Зеленского, и с рынком земли, ну, конкретно от Бени. Нам тоже нахрен не всрались. А вот Зелю в этом плана отношения, по крайней мере, в этом случае можно даже просто похвалить, что он не поддался на традиции бывших всех президентов до этого и не пошел вместе с этими так называемыми то ли граждане это Израиля, то ли это хасиды, то ли это хабадисты, то ли это иудеи, левиты, бог их знали. Он не пошел с ними покладать венок, а пришел раньше них, поклал и ушел, а те на него обиделись в бабьем яру, ну, на годовщину. Начали его там, вот он там, это такой-то, такой-то, вот он в нашей крови якобы. Ну, кровь это вещь вторая и второсортная. Важно очень, что ты подразумеваешь под этой кровью. Если говорить о крови, то даже в самом Израиле, израильская полиция нещадно гоняет этих больных уже на голову хасидов, которые срут только в умане и ничего большего. И делает негативную опинию, мнение о самом народе израильском. Больше никакой от них пользы. Это, ну, ненормальные люди. Они считают своим богом Моисея, что он придет, снова их проведет, выведет. То есть им мало скитаний двухвековых. Значит, получается, по беденым раскладам он носит эту ермолку, что бог это тот, который их. Но ихний бог их же и распустил по миру, по неверации. Так что, получается, этот бог вот так вот всех должен взять и распустить и идти распущенным по всему миру и проданными в мусульманство и тому подобное. Нет, конечно же. Значит, уже что-то не так, но не с богом не так явно. А с теми, кто говорит, что ихний бог такой-то. Значит, они этим богом просто манипулируют. То есть люмпенизированное духом и духовностью общество, сообщество, оно так же непочитательное, но неадекватно с реалиями, потому что оно выбирает лидеров, правителей страны, местных управленцев, правителей или в парламент, президентуру исключительно по своему мировоззрению. А насколько это мировоззрение холопское, насколько оно примитивно, сущное, постсовковое, настолько эти лидеры и выбираются. То есть население смотрит «Да, они козлы, воры, власть, козлы, воры, мошенники, тому подобное, если они воруют, то давайте и мы на низах тоже будем тырить как в совке, давайте развалить совок, он же несправедливый, да, он несправедливый, но разворовали, совок, развалили, сам развалился, разворовался». Ну и власть также тоже в свою очередь мониторит этот народ и смотрит, да, они тырят, воруют, г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-с-то, пляски, шароварщина, ну, в самый раз только, что власть может стырить и что народ может стырить, это совсем большие разницы. Вот они так и тырят, вот тырили, тырили эти две единицы существа, народ и государство, власть, и дотырились до войны 14-го года, когда уже все стырили, пришел оккупант, пришел Моторола и убивать, грабить на подвалы, мучать, тартуровать, забирать территорию, вот на все, что сдатен цей нарид, вот так вот так всему всегда олигархату всегда выгодно, чтобы народ оставался быдлом, воровским, биомасой чмошной, чтобы он что-то тырил там, а они будут тырить миллиардами, вывозить, тырить миллиардами, вывозить. А народ здесь там будет у себя там на заводах там что-то утащил, то-сё там по местам, админресурсники, кража, блин, откаты и тому подобное. Вот за что бойцы кровь проливают. Вот за такой народ, к сожалению. Ну, а когда народу в жопа становится, он бежит кричит пафосными регалиями. Спасите нас, бойцы, эти же самые, помогите. Ну, иногда бывает уже и поздно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok